Ну что, как говорилось в советские времена, о спорт это жизнь, поэтому наступил новый день, новый зал. Кстати говоря, еду в забавном лифте, смотрите, наши лифты все обивают полупластиком и так далее. А здесь вот такая милая тряпочка, что позволяет защитить лифт. Хотя, конечно же, учитывая то, что здесь дома сдаются полностью с ремонтом и только изредка мебель поднимают, в таком лифте навряд ли, конечно, можно было цемент подвозить. Ну да, ну это к тому, что вижу, что пою. Первый день борьбы с голубями прошел, хорошо, голубей нет, но мой мозг, моя боль. Всю ночь я волновался на предмет того, а вдруг... Волновался, а вдруг там какие-нибудь птенцы или еще что-либо, спал плохо, прислушивался, птенцов не обнаружил. Ну ладно, так, подходим сюда, подставляем лицо. Пожалуйста, так, вернусь. Ну что, 51 минута, минус 325 калорий. Не бегаю, только хожу. В быстром режиме походили, теперь в медленном немножко, и можно пойти порастягиваться. Ну вот, чтобы вы не думали, что я только с горнюками борюсь на балконе. До сих пор еще не помыл балкон, к этому пытаюсь поступиться, потому что, когда на него хожу, мне кажется, что нужен костюм химзащиты. И кругом-то птичий грипп, птичий грипп, птичий грипп, птичий грипп. А мало того, если я помолю тебе с ведром, мне кажется, ведро лучше выброшу. Поэтому к этому я пока подступаюсь. Хотя люблю мыть, убирать, но это для меня не антистресс, а просто стресс. Так что я морально готовлюсь выбирать гуано. Знаете, такой итальянский термин «гуано» звучит очень похоже на русское. Я читал когда-то какую-то книгу в нежном возрасте, и там было про Венецию, о том, что статуи, соборы, крыши и прочие в Венеции сильно страдают от гуано. Всех спросил, что такое это самое. Кто-то добрый человек подсказал. Раньше интернета не было, невозможно было так. Знаете, проверьте, что же это такое. Ну ладно. Я слегка всхуднул. Минус три килограмма. Потому что нет просекка, нет пива, движение есть. Где-то по полтора-два часа в день. Плюс я дома на коврике тренируюсь. На диету не сел. Я стараюсь сесть, жрать меньше. Но, как говорится, как только садишься на диету, рядом тут же кто-то садится жрать. В моем случае сосед. Ну ладно. При занятиях спорта, то есть, лучше 50 минут походить. Всегда наушники. Но не люблю лайковскую музыку. Что-нибудь такое должно быть. То, что включает мозг и позволяет расслабиться, думать о чем-нибудь. В данном случае спонсором выпуска, вернее, не спонсором выпуска. Моим помощником была была Дайан Кроул со своим альбомом. Сейчас покажу какой. Так что спасибо ей. Музыка успокаивающая. Мозг приходит с себя, позволяет думать. Илья Сиасия передает вам большой привет. Девочек все хорошо. Как это хорошо. Как было в старом анекдоте. Сейчас фоточку приложу. Так что они красивые, выхоженные. У них какие-то новые комбезики. Или что-то такое. То есть, у них есть комбезики для вечера. Не у них, а у Аси. Ириста ей все равно. У нее пол включен и ей хорошо. Так что девочек все хорошо. Жив-здоровые. Гуляют в элитном, ну, полуэлитном поселке в Подмосковье. Пока их хозяева, как говорится, ютятся по съемным квартирам. Шучу. На самом деле, первая квартира была хорошая. Вы говорите, ой, такой вид потеряли. Нет, мы сэкономили, во-первых, достаточно хорошую сумму денег. Переехав сюда и получив полностью все возвраты за первую квартиру. Без каких-либо удержаний. И это мне нравится. То есть, та квартира была хороша, когда первый момент привыкания, первая работа, стресс. Знаете, там, в 8 уже выходишь на работу. Для меня это рано. Вот. Выходные, ты смотришь на эту пальму. Там чудо-чудное, диво-дивное. Ну, а сейчас чуть-чуть, ну, выгляну в окно, все хорошо. Я на балкон не выхожу. Ну, максимум, пол помыть или белье повесить. Попытался тут сесть на балконе с бокальчиком просекка. Это до Аниного еще было. Невозможно просто. Попытался сесть с книжкой. Книжка тут же вся от влажности скукожилась. Вытащил компьютер, чтобы почитать электронную книгу. Компьютер стал жалко. Думаю, такой влаги. Ему делать нечего. Ну, ладно. Все, пойду растягиваться. Сегодня там раздается звонок в дверь. Там, блин, никого не ждал. Думаю, курьер какой-нибудь ошибся. Оказывается, люди приходили проверять пожарную сигнализацию. Я им показал потолок, что там дырточка. И там могут быть птицы. В итоге прошло час. Уже люди вот там что-то делают. Блин, так высоко. Это так страшно. Работа идет. Сейчас мы продолжим. Смотрите, какие классные люди пришли. Все сделали. Все замазали. Еще просто. Как оперативно. Молодцы. Вот что за тупые твари. Заколебали уже. Смотрите, в любом случае будут бесить меня. Они взяли берданку нас здесь. Зараза такая. Сосрали все. Они колятся и садятся вот на эту штуку. Колятся и садятся. Что за... Так ощущение, как будто кто-то здесь их подкармливает. Что им здесь намазано? Все, идите отсюда. Идите. Вон уж. Слушайте, ну... Я бы на их месте не садился. Нужно новую покупать, видимо. У нормальных людей есть сетки вот здесь вот, чтобы... Ну, видимо, люди научили. Но сейчас еще вызывать и сетку вешать. Да блин, ну что ж такое-то? Ну что, борьба с голубями, видим, продолжится. Спорт продолжится. Все хорошо. И чтение. Сейчас начался период чтения. Мне это нравится. Я немножко привыкаю к электронным книгам. Слегка сложно. Ну, читать возможно. Останавливать. Что меня смущает в электронных книгах? Есть большая возможность, увидев какой-то термин или что-то интересное, уйти куда-то. Знаешь, как в Википедии. В Википедии читаешь что-либо, и там вдруг сносочка активная. Ее нажимаешь, и тебя унесло. Ты уже порой даже не помнишь, где ты был на начальном этапе. Ну, поэтому с электронными книжками тоже немножко сложно таким образом. Ну, ладно. Что я тут для себя обнаружил? Где-то всплыло высказывание, что деревья стоят, потому что у них нет мозга. Что же сняжка такая? Это в полное противоречие вступило у меня с Толкиным, с трилогией. Там же они двигались, ходили и так далее. Но они были одушевлены. У них был мозг, эмоции и прочее. Таким образом, думаю, ладно, откуда это высказывание? Нашел книгу Шейн Омара. Он преподаватель одного из, по-моему, американских университетов. Не столь важно. Там где-то я просто прочел, что преподаватель. И на основании огромного списка людей, на которых он ссылается, и на основании работ, которых он написал свою книгу, он доказывает о том, очень простым языком, интересным, насколько важно движение для жизни человека. То есть, еще раз говорю, человек идущий. Все мы знаем, хомо сапиенс, человек разумный, хомо эректус до того был, то есть, человек прямоходящий. Он решил назвать это, кстати говоря, я не обратил внимания, как он в оригинале был, может, эректус тоже. Ну, окей, человек идущий. О том, насколько важно хождение. Интересный труд с точки зрения психологии, антропологии, физиологии, социологии. Он все туда намешал. И ссылается все это на работы, там, ведущих специалистов в разных-разных областях. О том, как ходьба влияет на мозг, на здоровье, на социальную жизнь людей. Интересно. Может быть, захотите почитать. Может, захотите почитать выдержки. Может быть, просто меня послушаете и не захотите почитать. Как посмотрите, как решите. Ну, и вообще, в принципе, не устаю повторять, что когда идете на работу или с работы, идите разными маршрутами. Это заставляет мозг двигаться и во время движения. То есть, это один из способов оттянуть нашу деменцию. Маленький мир нет, конечно. Ну, окей, ладно. Еще такой интересный аспект, что он приводит, что в зависимости от того, где вы гуляете, неважно, как вы гуляете, а где вы гуляете, ваш мозг тоже по-разному работает, даже для принятия решений. Прогулка по городу – это одно. Прогулка вдоль морского побережья – это другое. Прогулка по лесу – это третье. Прогулка по сельской местности – четвертая, горы – пятая и так далее. Все абсолютно разное. В этот момент у меня пришел клик, думаю, где бы я хотел сейчас оказаться. Я бы хотел оказаться во время вот этой летней поездки, когда мы с ребятами были во французских Альпах, в Анси. Это прекрасные долины, горы, Альпы, коровы, сено и так далее. Вот я бы там оказался. То есть чувствую себя просто вдруг каким-то таким колхозником, либо к земле потянуло, либо к березкам, не знаю. Ну, короче, самый важный вывод из всего этого – хотите принять важное решение, хотите, хотите быть здоровьем, хотите, ходите и так далее. Я люблю такой движ, поймал себя на мысли, думаю, ну, окей, ладно, если мне нужно принять решение, наверное, у меня начинается движ. Если я двигаюсь, значит, я занимаюсь уборкой. Потом, не знаю, как у вас, понял, что для меня уборка – это не движение, это антистресс. А антистресс у меня отключает мозг, то есть у меня вступает физическая активность, но мозговой активности нет. Тем самым не могу равновесить то и другое. Что еще? А, термин там был. Индекс пешехода. Люблю забавные термины. Индекс пешехода – это некая градация городов в зависимости от того, насколько они удобны для пешехода. Вот, допустим, Дубай, он никогда не был удобным, сейчас он удобный. И то в нескольких зонах, в новых районах, или в Дубай-Марине, в которой я живу, или в даунтауне вы можете ходить, вы можете не зависеть от транспорта. Поэтому многие иностранцы их и выбрали. То есть это очень важно. Индекс пешеходов в том числе показывает на то, насколько высок или низок индекс, вернее, количество, или как это там, уровень ожирения у людей. Здесь это достаточно высокий, потому что люди двигаются в машинах и в силу климата, и в силу привычки. В Нью-Йорке такого нет. То есть ты постоянно движешь. Конечно, в Москве тоже достаточно удобно ходить, гулять, ездить на велосипедах и на прочем-прочем-прочем. Вот, так что, видите, даже существуют такие варианты, как, ну, то есть люди придумывают индексы, пишут об этом и так далее. Странные профессии. Для меня самая странная профессия – это человек, который качает малышей памп в зоопарке в Китае, в Корее и так далее. Вот самая забавная профессия. То есть главное, чтобы тебя не укачивал, ну, такие космонавты. А здесь сейчас, в Абудабе, скоро будет запущен новый аэропорт, очень красивое здание, готовое. И 6 тысяч добровольцев исследуют его на… вернее, как… не исследуют, а пробуют его на предмет того, как правильно он построен, правильно ли работают маршруты, эскалаторы, указатели и так далее. И схема такая, что кто-то как будто по прилету, кто-то как будто бы вылетает, кто-то как будто бы приезжает и высаживает. То есть вот эта вот вся схема закручена, 6 тысяч человек этим занимаются. Поэтому, когда я когда-то смотрел на National Geographic аэропорт Дубая, для меня это был вообще космос. Я смотрел, как эта схема реально работает, и вплоть до таких нюансов, что если кто-то куда-то опаздывает, как сделать пересадку? Конечно, может, там много постановочного было, рекламного, как здесь вот все вот эти вот варианты, здесь много всего рекламного. Но, тем не менее, я вижу, как работает аэропорт. А не так, что, знаете, тут недавно фенька или не фенька, но аэропорт… вернее, была сильная задержка рейса из Египта. Туристов посадили, всех привезли, оказалось, что не погрузили багаж из-за очень долгой… ну, из-за задержки рейса. Хотя я допускаю, что такое навряд ли случается, может, это какая-то лажа очередная, но, тем не менее, багаж достаточно быстро грузится, насколько вот я помню все эти моменты. Так же, как быстро он разгружается. Это же не на руках все делается. Ну, ладно, не буду влезать в это все. Что еще из новостей? Здесь открывается Почта России в силу того, что очень востребовано. Вот. Что еще? Это все прохождение. Так что, как говорится, если нужно идти быстро, иди один. Если нужно идти долго, идите вместе. Это такой лозунг для семьи. Я, видимо, для себя выбрал вариант идти быстро. Ну, ладно. Мой врач всегда говорит 10 тысяч шагов. 10 тысяч шагов – это очень важно. Никакой спортзал тебе этого не заменит. Окей, нужны мышцы – ходи в спортзал, но не забывай. 10 тысяч шагов, тем более воздух и прочее. Здесь, конечно, не погуляешь по песчаным вот этим вот пустынам, по пустыне, по песчаным бурям и прочее. Ну, ладно. Что еще? Мозг, движение, движение, мозг, организм очень странно устроен. И тот же товарищ ссылается на то, что в мировом океане есть такие разные сущности. Есть микроорганизмы, условно говоря, там, слушайте. Микроорганизм, который, когда добирается до какой-то скалы, выбирает ее местом своей дальнейшей жизни, оно присасывается и съедает свой мозг за ненадобностью. И тем самым ведет... Тем самым ставит точку на своей жизни. Есть такие варианты. Для меня это ассоциируется с некоторыми людьми. А есть... Это чаще всего какие-то моллюски происходят. А есть медузы, которые, когда появляются на свет, у них нет ни нервной системы, ни мозга. Но постепенно они отращивают нервную систему. И появляется у них мозг, и они начинают путешествовать. То есть движение, ради движения появляется все это. То есть это вот один из аргументов в пользу того, что нужно двигаться. Это все. Я вам все рассказал, наверное. Что? Что вам еще рассказать? Мне покритиковали за то, что такой взрослый дяденька. Называют зальчик, балкончик, бассейник. Бывает у меня иногда уменьшительно. Хотя всех своих сотрудников у меня одна сотрудница была. Она очень милейшая девушка. Но она всегда, когда разговаривала, она говорила, денежка, квартирка и так далее. Говорю, Лен, когда ты приходишь к многомиллионную квартиру, и человеку говоришь, квартирка, его это может очень обидеть. А денежка, в общем-то, это нет. Давайте деньги, квартира. Вот есть два принципа, которых я всегда придерживался. Ну ладно. Вот когда меня критикуют, я по-прежнему к этому так странно еще отношусь. Мне так хочется воскликнуть. Прости меня, Васенька Христарат, дуру грешную. Помните, помните Чурикова, Ширли Мирли? Тут я как-то у меня всплыл Ширли Мирли. Ну, я решил не смотреть. Вот Ира Громинова мне тут пишет, типа, не почитать ли Обломова? Не, не почитать. Обломова надо посмотреть. Мне кажется, потому что в такой, такие прекрасные актеры, так же, как в «Мертвых душах», это прекрасно «Мертвые души», в которых Чурикова, блин, я уже не помню актеров, Калягин. То есть это просто, это потрясающе, не говоря уж о всех остальных фильмах. Ну, короче говоря, Остапа понесло. Ладненько. Что еще? Причем, короче, на критику я реагирую нормально, критикуйте, но порой, как говорится, лучше промолчать, чтобы не сойти за дурака, либо высказаться и не оставить никаких сомнений в этом. Ладно, всему я еще учусь, с вами разговаривать я учусь, разговаривать на камеру учусь, снимать учусь, звуку учусь, я всему учусь и так далее. Ладно, влогером, может быть, стану. Как говорил Остап Бендер, у меня иногда бывает, что я начинаю говорить цитатами других людей, но я и в жизни порой так разговариваю, когда много общаюсь, знаете, там, не наговаривайте на нашу семью или, там, графом Монте-Кристо мне уже не стать, переквалифицируюсь с его управдома и прочее. Бывает у меня такое, так что, сорян. Вот, а, ну и окончательно подключил себе Netflix, начал смотреть What If, Что Если, с Рене Зельвегер, я смотрю в телевизор. Кстати говоря, классная штучка, но я его пересматриваю, потому что я в какой-то момент забыл, но сейчас я уже вспомнил окончание и все. Мне уже становится не столько интересно, но себе галочку поставил, не знаю, как вы отнесетесь, там, может быть, это такое. Ну, решил посмотреть Ешмалис люби, может быть, на английском, потому что он, он очень уютный. Вот это фильм для меня зима, свечи, красное вино, вечер, пруга за окном, вот. Ладно, все, на сегодня достаточно. Ставься лик.